Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! В нашей Церкви сегодня особый день. Это день особый в жизни вашей молодые люди, которые заключили завет с Господом. Они исполнили заповедь, которую оставил Господь Иисус Христос в Церкви. Исполнять! Идите и проповедуйте! И кто будет веровать и креститься, спасен будет! И Он оставил еще одну заповедь. Это стол у нас украшен. Необычно. Господь Иисус Христос, когда был на этой земле, и приближались дни Его страдания, Он собрался с учениками, и ученики спрашивают, «Учитель, где повелишь нам приготовить Пасху, ветхозаветнюю Пасху, когда брался Агнец, и хлебы пресные, и травы горькие?» Помните, они собрались в горнице приготовленной, и ели Агнца, и хлеб, и пили. И потом Иисус, Иоанн, описывает, Он возмутился духом и говорит, «Один из вас предаст Меня». Они опечались и говорят, «Господи, не я ли?» И все по очереди. Христос говорит Иоанну, когда спросил, «Господи, а кто это?» Он говорит, «Тот, кому я обмакнув, подам кусок». И Он обмакнул, подал Иуде. Иуда взял Его сознательно и вышел. И после этого Иисус Христос оставил им вечерю Господню заповедь. Это был обычный хлеб, который был на столе у них, и было вино, которое было на столе. Но Он сделал необычное, Он никогда так не делал. Матфей записал 26 глава, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, я дети, сие тело Мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая на прощение грехов». Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. Это первая вечеря Господня. Это, как мы называем, хлебопреломление. Это воспоминание страданий Господа Иисуса Христа. Это возвещение смерти Его и победы. Какая была чаша? Мы не знаем, но, скорее всего, это была гончарная, глиняная, обожженная чаша. Но не это было важно. Какой был хлеб? Скорее всего, это было опресочный хлеб, но не это важно. Христос указал страдания Его еще впереди. Это был шаг веры, и Он преломил хлеб, благословив. Это был обычный хлеб, но когда Он благословил, преломил и подал, это было нечто новое, не совсем понятное для учеников. Только позже они, после Дня Пятидесятницы, уразумели полностью. И Он говорит, это тело мое, которое за вас преломляется. А потом взял чашу, и там был от плода виноградного вино, и это было обычное, но сейчас необычным стало. Он, благодарив, подал им и говорит, это кровь моя, за многих пролюбаемая, на прощение грехов. Это на будущее, это на века. И потом Иисус прославленный, апостол Павел, приняв от Него, Он передал церкви, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И кто будет есть хлеб и пить чашу, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Это для церкви святыня. Во все времена от апостолов, они, как мы сегодня слышали, в Деянии апостолов написано, когда после Дня Пятидесяти проповедовали, и слыша, умилились сердцем, и присоединился к церкви, три тысячи, пять тысяч. Одной чаши недостаточно было, их было много. Одного хлеба недостаточно было, его было много. Но они, написано, ежедневно пребывали в преломлении хлеба, в молитвах, в общении и изучении Писания. Это было начало церкви. Во все времена, во всех условиях, по-разному был хлеб и вино, но это всегда было в церкви Господней святыня. Это было воспоминание страданий Иисуса Христа. Это было нечто личное между мною и Господом. Дорогие друзья, вы сегодня будете впервые принимать хлеб. Когда служитель благословит его, это для нас святыня. Он останется хлебом. Но мы его берем особо, чтобы крошечка не упала, и принимаем. Это страдания Иисуса Христа, которые Он претерпел за меня, за тебя, за тебя, за тебя. Когда мы берем вино, и оно благословляется, оно не превращается в кровь, но оно символизирует, напоминает там, святую кровь, которая мыла, пролилась на кресте Голгофском, с раны Иисуса Христа, но мыла мой грех. Грех всего мира, да и аминь. И нам за многих проливаемое, это не значит, что кровь Иисуса Христа не имеет силы, не хватает, недостаточно, чтобы мыть всех. Ее достаточно для всех, но всех уверующих. Она становится эффективной, когда грешник, как вы когда-то в день покаяния, склонились у креста Голгофского, и она омыло, очистила. Но и сегодня, пройдя годы, и у вас пройдут годы, апостол Иоанн, приняв от Господа, он говорит, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Эта кровь будет иметь всегда силу. Ученики, принимая, это был шаг в будущее. Вот завтра, послезавтра прольется кровь святая. А мы верою с будущего на сегодня. Она омывает мой грех. Она очищает. До какого дня? Здесь Господь сказал, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Это тайна сокрытая, но когда Господь пригласил архангела при трубе Господней, мертвые, умершие во Христе, они воскреснут и получат тела новые. А живущие до этого времени, они изменятся, тела изменятся, не такие будут, не деревянные наши, а новые, подобно Иисусу Христу, когда Он воскрес из мертвых. И так всегда с Господом будем. Это будет начало вечной жизни и будет царствие Сына Его возлюбленного тысячи лет. И как-то там Господь совершит чудную вечерю, я верю. И Он говорит, что там будем пить новое вино. Это будет славная встреча. Это будет начало вечности. Но, дорогие друзья, Господь Иисус Христос всегда. Бог есть Дух. И Бога не видел никто никогда и видеть не может. А вот Сын, Он явил Отца. Он принял тело своего творения, и Он всегда, сегодня, и во веки будет иметь тело. Не такое, прославленное, новое, подобное, как Иоанн увидел, пал, как мертвый. Но Он будет в новом теле. И заслуга Его, раны Его, и подвиг любви Его, Он будет во веки вечные иметь значение для всей вселенной. Для тебя, София, для тебя, Лена, для тебя, Дяночка, для тебя, Мишел, для тебя, Вика, для тебя, Даниил, для тебя, Вена, для тебя, Роман, это будет значение иметь. Он принял тело навсегда, на века, чтобы навсегда, на века ты, ты, ты жил вечно с Ним. Потому что человек, тело, голова, вечная. Бог создал человека навеки, навсегда. И Он желает разделить славу, которую Он имеет с тобой. Можешь осознать? Я не могу полностью возблагодарить, осознать подвиг Иисуса Христа и возблагодарить. Я верю в вечности, когда мы увидим Его, может быть, тогда только полностью поймем ту бездну греха, с которой Он вырвал нас и поставил на твердое основание и ведет по этой жизни. И из руки Его никто не может похитить. Иисус сказал, Отец Мой больше всех, из руки Его никто не похитит. Мы ожидаем этой встречи. Господь, Он сказал ученикам, лучше для вас я пойду и приготовлю место. Когда приготовлю, приду и возьму вас. Когда это будет? Скоро. Дорогие братья и сестры, вы слышите шаги Христа во всей вселенной слышим. А что нужно делать? Нужно восклонить глаза и ожидать. Очищать себя, как мы сегодня слышали на озере, приближаться к Нему и ожидать встречи. Она может быть индивидуальная намного раньше, чем мы думаем. Она может быть славной в обновение ока при глазе Архангела и при трубе Господней. А сегодня всякий раз, когда мы едим хлеб и пьем чашу. Смерть Господней возвещаете. Дорогая церковь, мы сегодня будем провозглашать смерть Иисуса Христа, победу Его воскресения в руке Его, только Его, ключи, ада и смерти, Он победитель. И силу благодати, которая сделала тебя свободным, которая тебя вела в церковь Христову, в сон спасенных и записала в книгу жизни. Дорогой друг, быть может, твое имя не записано в книге жизни. Сегодня церковь на земле. Нам открыта в Священном Писании тайна, что когда последний из язычников войдет, тогда Бог повернется вновь к народу своему Израилю. А для языческого народа остановится время. И мы понимаем, это будет восхищение. Когда это будет, ты знаешь? Я не знаю, в слове не написано, только Отец знает. Это тайна. Но она открыта для нас. Дорогие друзья, вы не опоздали. Вы вошли в церковь. Дорогой друг, а ты можешь быть уверен, что ты не опоздаешь? Я знаю, я в свои молодые годы думал, я еще немного, еще позже, еще дальше. Я радуюсь, что не опоздал. Я радуюсь, что в молодом возрасте я отдался Господу на служение, следуя за Ним. Я никогда не пожалел о прожитых годах в церкви. Насколько я знаю друзей, которые сожалевали и говорили, сколько молодых лет, сколько золотых дней я прожил безцельно, без Бога. Не опоздай. Христа Иисуса руки, они сегодня простерты. И Он приглашает, приди ко Мне. Если в твоем сердце есть тихий голос Иисуса Христа, отзовись. Это день нового рождения, день спасения. А для нас, дорогие друзья, сегодня день особый. И Слово нам открывает, что значение кровь Иисуса Христа и смерть Иисуса Христа, она будет иметь неописуемое, несказанное значение и в вечности. Вот слово пророческое от Бога, которое записано в пятой главе книги Откровения, последняя книга. Прочитаем с одиннадцатого стиха. Иоанн пишет, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг пистола и живот их и старцев, и число их было тиматием и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение и всякое создание, находящееся на небе, на земле и под землею и на море и все, что в них, слышал, я говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава в веки веков». И четыре животных говорили «Аминь!» И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Это событие будущего, это событие скорого будущего. Сегодня на небесах Бог Отец свят, свят, свят и Ему воздается слава. Агнец Иисус Христос Сын Божий Ему воздается слава и честь за победу, за могущество и за державу Его. Сегодня в церкви по лицу всей земли воздается особая слава, когда берется хлеб, когда берется вино, воздается слава Иисусу. И я верю, это повторение той славы, которая происходит там. Дорогая церковь, мы сегодня, находясь на земле, зрим верою в будущность, которой стремимся. И сегодня на земле в церкви, пусть в церкви нашей, в сердце Твоем и моем, прозвучит слава, хвала, благодарение и величие Иисусу Христу за спасение моей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok